Евангелие от Марка, пятая глава Но разрывал цепи и разбивал оковы, и никто не в силах был укротить его. Всегда, ночью и днем, в горах и гробах, кричал он и бился о камни. Увидев же Иисуса издалека, прибежал и поклонился ему. И, вскричав громким голосом, сказал, «Что тебе до меня, Иисус, Сын Бога Всевышнего? Заклинаю тебя Богом, не мучь меня!» Ибо Иисус сказал ему, «Выйди, дух нечистый, из этого человека!» И спросил его, «Как тебе имя?» И он сказал в ответ, «Легион имя мне, потому что нас много». И много просили его, чтобы не высылал их вон из страны той. Послось же там при горе большое стадо свиней. И просили его все бесы, говоря, «Пошли нас, свиней, чтобы нам войти в них». И Иисус тотчас позволил им. И нечистые духи, вышедшие, вошли в свиней. И устремилось стадо скрутизны в море, а их было около двух тысяч, и потонули в море. Пасущие же свиней побежали и рассказали в городе и в деревнях. И жители вышли посмотреть, что случилось. Приходят к Иисусу и видят, что бесновавшийся, в котором был легион, сидит и одет и в здравом уме, и устрашились. Видевшие рассказали им о том, как это произошло с бесноватым, и о свиньях. И начали просить его, чтобы отошел от пределов их. И когда он вошел в лодку, бесновавшийся, просил его, чтобы быть с ним. Но Иисус не позволил ему, а сказал, «Иди домой к своим, и расскажи им, что сотворил с тобою Господь, и как помиловал тебя». И пошел, и начал проповедовать в десятиградии, что сотворил с ним Иисус. И все удивлялись. Когда Иисус опять переправился в лодке на другой берег, собралось к нему множество народа. Он был у моря. И вот приходит один из начальников синагоги по имени Иаир, и, увидев его, падает к ногам его, и усиленно просит его, говоря, «Дочь моя, дочь моя при смерти, приди и возложи на нее руки, чтобы она выздоровела и осталась жива». И Иисус пошел с ним. За ним следовало множество народа, и теснили его. Одна женщина, которая страдала кровотечением двенадцать лет, много потерпела от многих врачей, истощила все, что было у нее, и не получила никакой пользы, но пришла еще в худшее состояние. Услышав об Иисусе, подошла сзади в народе и прикоснулась к одежде Его, ибо говорила, «Если хотя к одежде Его прикоснусь, то выздоровью». И тот час иссяк у нее источник крови, и она ощутила в теле, что исцелена от болезни. В то же время Иисус, почувствовав сам в себе, что вышла из Него сила, обратился в народе и сказал, «Кто прикоснулся к моей одежде?» Ученики сказали ему, «Ты видишь, что народ теснит тебя, и говоришь, кто прикоснулся ко мне?» Но он смотрел вокруг, чтобы видеть ту, которая сделала это. Женщина, в страхе и трепете, зная, что с ней произошло, подошла, пала перед ним и сказала ему всю правду. Он же сказал ей, «Дочь моя, вера твоя спасла тебя, иди в мире и будь здорова от болезни твоей». Когда он еще говорил это, приходят от начальника синагоги и говорят, «Дочь твоя умерла, что еще утруждаешь учителя?» Но Иисус, услышав эти слова, тотчас говорит начальнику синагоги, «Не бойся, только веруй». И не позволил никому следовать за собою, кроме Петра, Иакова и Иоанна, брата Иакова. Приходит в дом начальника синагоги и видит смятение и плачущих и вопиющих громко. И Вашед говорит им, «Что смущаетесь и плачете? Девица не умерла, но спит». И смеялись над ним, но он, выслав всех, берет с собою отца и мать девицы и бывших с ним и входит туда, где девица лежала, и, взяв ее за руку, говорит ей, «Талифа куми, что значит девица, тебе говорю, встань». И девица тотчас встала и начала ходить, ибо была лет двенадцати. Видевшие пришли в великое изумление. И он строго приказал им, чтобы никто об этом не знал, и сказал, чтобы дали ей есть. Субтитры создавал DimaTorzok